МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После освобождения юго-восточной части был осуществлен переезд руководства республики. Специальным поездом, отправленным 14 декабря со станции Москва-Киевская, руководство ЦК КПБ и Совета народных комиссаров БССР прибыло на станцию Гомель, Новобелеца, в 16-17 часов 31 декабря 1943 года. Вечером в клубе фабрики Везувий состоялось торжественное заседание ЦК КПБ, Президиума Верховного Совета и Совета народных комиссаров республики, посвященное 25-летию образования БССР, на котором был дан большой праздничный концерт. В освобожденном Гомеле остались практически целыми здания пединститута и общежития. Значительное количество домов частного жилого сектора вокруг пединститута. Пять школ из 38, дом коммуны. Главными же препятствиями для возрождения Гомеля в первые месяцы после его освобождения были взорванные шоссейные и железнодорожные мосты через реку Сош и подъездные пути к станции Гомель. С первых дней января 1944 года началось изучение возможностей размещения и правительственных учреждений в Гомеле. Так, 13 января председатель Совета народных комиссаров Иван Семенович Былинский отмечает, что правительство и ЦК КПБ размещены в различных местах города Новобереца. Адреса размещения других организаций указывались точно. И еще одна существенная деталь по правительственным адресам. До середины января 1944 года, например, на бланках СНК БССР указывался адрес город Новобелеца, Гомельская область, СНК БССР. А с 14 января на бланках СНК в протоколах ЦК КПБ, НКП БССР написано «Город Гомель». После освобождения 14 января 44-го городов Калинковичи и Мозырь обстановка на Советско-Германском фронте в Беларуси стабилизировалась. Трудно было предположить, когда будет освобожден Минск, поэтому предпринимались усилия по нормализации работы партийно-правительственных органов в Гомеле. Значительное ускорение восстановительных работ в городе произошло после 23 февраля 44-го, когда было открыто движение по автомобильному мосту через СОЖ, соединившим Новобелицу с Гомелем. Город оставался прифронтовым. Действовали правила светомаскировки. Естественно, что в таких условиях информация о месторасположении правительственных органов не распространялась. Поэтому она отсутствует в газетах того времени. Гомель имел стратегическое значение в подготовке наступательной операции «Багратион». Вместо разрушенного железнодорожного моста на перегоне Новобелица Гомель пришлось построить большой обходной путь в 26 километров, пропускная способность которого в мае-июне 44-го составляла до 50 поездов в сутки. Для определенного руководства движением управление Белорусской железной дороги в марте 44-го разместилось в Гомеле. Важным историческим фактом является то, что 21-24 марта 44-го года шестая сессия Верховного Совета БССР проводилась в клубе здания фабрики «Везувий». Продолжались налеты вражеской авиации. В один из таких налетов одна бомба взорвалась в районе здания СНК БССР по улице Кирова. Никто не пострадал. Была выбита часть оконного стекла в здании пединститута и полностью сгорела пожарная машина. А это значит, здание было правительственным, так как не в любом дворе могли стоять пожарные машины. С конца апреля и до 17 июля 1944 года СНК БССР, Госплан, Наркомпрос, партийные органы находились в Гомеле в учебном корпусе пединститута, который был приспособлен под рабочие кабинеты. Почти полгода Гомель был временной столицей БССР. Субтитры создавал DimaTorzok